К сожалению, в этом году у нас отмечается за последнее время впервые рост погибших в результате таких аварий. Это на одного человека больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем из шести погибших четыре погибли по своей вине. В большинстве случаев они находились в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, на площадке возле легкоатлетического манежа, где собрались участники закрытия мотосезона, алкогольных напитков не наблюдалось. Зато в избытке имелись всевозможные модели мотоциклов, их облаченные в кожу хозяева и внимательные сотрудники ГАИ. Мотосезон для каждой из этих структур прошел по-разному. Сезон у каждого разный, конечно. У меня он был великолепный, но судя по статистике, все-таки есть негативные моменты. Я хочу людей предупредить, чтобы они старались ездить помедленнее, возвращаться домой у всех семей. Большая разница, когда ты сам управляешь мотоциклом, сам следишь за дорогой, проигрываешь какие-то ситуации. Где-то, наверное, даже не так страшно, как ездить пассажиром, потому что от тебя все зависит по пути. Вместе с тем, подобная акция – это не только лишний повод показать себя и своего железного друга, но и, конечно же, на других посмотреть. Здесь собираются не только владельцы мототранспорта из Бреста, но и всего региона и ближнего зарубежья. Такие акции очень часто, не только в Белоруссии происходят, но и детям очень интересно посмотреть на мотоцикле, посидеть на мотоцикле. Если есть возможность прокатиться на мотоцикле, для них это просто мечта, а еще есть возможность к детям с какими-то ударками заехать. С начала года 29 дорожно-транспортных аварий из 41 произошли по вине мотоциклистов. Шестеро погибших и 32 травмированных. Сравнение с прошлым годом – в сторону увеличения. В причинах пытаются разобраться и сотрудники госавтоинспекции, и сами мотолюбители. По их мнению, это связано с рядом причин. С уверенностью, что он может на машине ездить, и он сможет ездить на мотоцикле. Это неправильно. То есть, ну, надо работать с молодыми или с людьми, теми, которыми садятся, взрослые иногда садятся на мотоциклы. То есть, рассказывать, беседовать, потому что, ну, два колеса – это не четыре все-таки. Прежде чем сесть на мотоцикл, необходимо иметь определенные навыки вождения. Но, как показывает у нас, к сожалению, практика и статистика, тем более этого года, большинство дорожных аварий произошло именно с бесправниками, с лишенниками. То есть, те люди, которые либо лишены права управления, либо вообще его никогда не имели. Те из мотолюбителей, кто право на управление все же имеет, пройдя организованной колонной по улицам Бреста, отправились в пассионок Муховец, чтобы продолжить профилактическую программу. Дети отвечали на вопросы по правилам дорожного движения и получали призы. Актуальной стала и проверка знаний о пользе фликеров. Нужно, чтобы в теплое время в суток, если ты идешь по обочине, чтобы тебя в машину видели. Фликер нужен для того, чтобы тебя заметили на дороге, если машина едет. Я всегда ношу фликер. Для того, чтобы не попасть под машину в темное время суток. Кульминация акции – катание на мотоциклах. Для ребят это возможность почувствовать силу и мощь железного коня. Для байкеров, у которых за спиной сидели малыши, это еще одно напоминание о хрупкости человеческой жизни. Чтобы люди увидели, что мотоциклисты – нормальные люди. И это вполне адекватные люди, которые не ездят, в принципе, как многие думают, как ненормальные, отмороженные. Меня лично с детства всегда тянуло к мотоциклам. Техника интересна. Ну, во-первых, время, чтобы как-то полезно тратить, не лазить где-то, не шляться. Ну, это развивает, как бы, интересы это все. Мотосезон 2017 закрыт, но, несмотря на общий положительный настрой, в ГАИ особо подчеркивают – акция носила профилактический характер и призвана еще раз напомнить всем участникам дорожного движения о безопасности и соблюдении правил. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова